Добрый день, меня зовут Новикова Наталья, и я научный сотрудник музея пейзажа Плёсского музея-заповедника. Сегодня мы с вами поговорим о творчестве такого замечательного художника-передвижника, как Алексея Михайловича Корин. В этом году исполняется 155 лет со дня его рождения, и в собрании Плёсского музея-заповедника хранится 17 живописных и 7 графических работ художника. Алексей Михайлович наш земляк, он родился в селе Палих в семье потомственных иконописцев и, конечно, также осваивал мастерство иконописи. Первые уроки ему преподал его родной дядя Дмитрий Николаевич Корин, а затем Алексей уезжает совершенствовать мастерство в Троице Сергиеву Лавру и мастерские Шокарева в Москве. Однако в 1884 году Алексей Михайлович изменяет семейные традиции и увлекается живописью. Он поступает в Московское училище живописи вояне и зодчества в портретный класс. Его учителями были такие замечательные художники, как братья Сорокины, Маковский, Перов, Поленов, Ренишников. И через пять лет, в 1889 году он успешно заканчивает обучение. За картину «После обедни» он получает большую серебряную медаль и ему присваивают звание классного художника. Интересно, что вскоре он возвращается в стены училища, однако уже совершенно в другом статусе его приглашают преподавать в портретный класс. И он там работал более 20 лет, воспитал таких замечательных художников, как Иогансон, Сарьян, Пластов, Герасимов и многих других. В расцвете творчества Алексей Михайлович показал себя как очень талантливый и многогранный художник. Его рисунок был точен, живопись красочна и свободна. Он писал портреты и пейзажи, расписывал храмы, брался за частные заказы на домашние иконы. И стоит отметить, что творческий путь Алексея Михайловича во многом связан именно с Плёсом. Здесь он впервые побывал в 1889 году по приглашению своего друга Исаака Ильича Левитана. Они приехали большой компанией живописцев вместе с Бакшеевым, Переплетчиковым, Молоджаловым, Виноградовым. Плёс очаровал Корина и стал буквально второй родиной для него в течение 28 лет. Он регулярно приезжал к нам в город на этюды. В этом видео мы познакомимся с плёскими работами Алексея Михайловича Корина из собрания нашего музея-заповедника. Каким же Плёс был в то время? Каким увидел его Корин? На рубеже 19-х и 20-х веков Патриархальность Купеческого центра сменяется на живость дачного периода. Приезжает творческая интеллигенция, открываются общественные организации, появляется театр, библиотека. Однако Корина больше интересовала тема простой, традиционной, размеренной жизни маленького горского городка. И это можно увидеть на таких картинах, как Плёс Нилот, Плёс интерьер, дом Аннушки Бомбиной и Плёс хата Маркелихи. Интересно, что несмотря на то, что Корин был портретистом по образованию, в Плёсе он очень часто работал именно в пейзажном жанре. Вероятно, к этому располагала местная живописная природа. И любимыми мотивами художника стали проселочные дороги, бескрайние поля, полгой лодки. С исторической точки зрения интересна картина Плёс Красная Мельница, написанная в 1896 году. На ней мы можем увидеть деревянную ветряную мельницу, которая принадлежала купцу Фомичёву. И находилась она на территории современного санатория Плёс. Были и водяные мельницы в долине реки Шоханки. В собрании нашего музея-заповедника есть небольшой рисунок Плёс Мельница. И на нём мы видим спуск с Соборной горы и зерновые амбары. Принадлежали они купцу Подгорного и находились близ водяной мельницы. До революции в Плёсе было девять церквей. И две из них мы видим на графической работе «Старая церковь». Это Троицкий храм 1808 года и Веденский, построенный на 20 лет позднее. Сейчас это первые достопримечательности, которые видят туристы, поскольку церковь находится рядом с современной автостанцией. Ещё один храм мы можем рассмотреть на дальнем плане картины «Цыганский табор». Мы предполагаем, что это церковь с пасами рукотворного образа, построенная в 1682 году, ближайшей к Плёсу деревни Спаская. Волжские реалии того времени отразились в картине «Зимогор», где художник развивает тему бурлаков. На фоне пейзажа Плёсской набережной мы видим немолодого мужчину, который устало опустился на камни, он никуда не торопится, изнуряющий труд стал для него рутиной, и он использует каждую редкую свободную минуту для восстановления сил. Ещё один выразительный портрет был сделан художником уже на заказ. В 1910 году городская общественность обращается к Алексею Михайловичу с просьбой написать портрет врачам Плёсской городской больницы Фёдора Петровича Чекалова. Благодарность за труд и к 15-летию врачебной деятельности. Алексею Михайловичу удалось создать образ интеллигента, истинного интеллигента на полотне. Мы чувствуем его авторитет, внутреннее спокойствие, твёрдость характера и проникаемся к нему симпатией. Работа удалась художнику в том числе и потому, что он был очень хорошо знаком с Фёдором Петровичем. Ведь кроме врачебной деятельности Чекалов был одним из инициаторов, участников в создании и развитии Плёсского воскресенского общества трезвости, почётным членом которого являлась жена художника. Мемуарист Яков Менченков очень хорошо вспоминал о корене и сказал такие слова. В его натуре была необычайная теплота и скромность. Он никогда не сердился, не повышал тона. И нам видится, что картины Алексея Михайловича словно бы являются продолжением его личности, отражением его натуры, характера. Они такие же, как и он сам. Тонкие, лиричные, спокойные, проникнутые глубочайшим уважением к родной земле и к окружающим людям. Надеемся, что вы заинтересовались творчеством этого замечательного художника и вдохновились его работами. Спасибо большое за внимание.